Сегодня в Улан-Удэ стартовал чемпионат России по вольной борьбе. Главный этап отбора перед Олимпийскими играми собрал в столице Бурятии более 350 борцов. За схватками лучших вольников на месте событий следит наш корреспондент Курбан Рагимов. Он в своем обзоре подвел итоги первого дня. В стартовый день чемпионата России на ковер физкультурно-спортивного комплекса вышли 103 вольника. Они оспаривали путевки в финал в трех весовых категориях до 57, 86 и 92 килограммов. В весе так называемых мухачей свой статус лидера подтвердил двукратный чемпион мира Заур Угуев. Его главный конкурент за место в олимпийской команде Азамат Тускаев оступился в шаге от финала. Завтра золото с Угуевым оспорит и венец на Чим Монгуш. Как будете настраивать? Что будете говорить? Говорит много что из-за него. И по ходу тоже я сказал, когда вверх поднимались, что чуть поактивнее надо, не надо останавливаться при атаке. Бывают такие моменты, что чуть останавливается и до конца не проводит прием. Имеется в виду не атакует полностью. В целом вы довольны сегодняшненько? Что не довольны? Выход в финал, вышел в финал. Иншалла, завтра поборемся. Отмечу, что чемпионат вызвал большой ажиотаж у местной публики. Любители борьбы приехали также из соседних регионов. Есть на трибунах и дагестанские болельщики. Арена вмещает около двух тысяч зрителей. Однако из-за ограничений в продаже были доступны лишь 900 билетов. Атмосфера в зале более чем захватывающая. На кону путевки на Олимпиаду в Токио. Сборная Дагестана прибыла в Бурятию двумя потоками. Еще одна группа находится в пути. Такое решение практикуют для лучшей адаптации в условиях большой разницы во времени. Плюс пять часов от Москвы. Все спортсмены в одной ситуации. Сказать, что мы это чувствуем, а другие не чувствуют, такого нет. Приехала багестанская команда, также осетейные. В принципе, все европейские, грубо говоря, центры Европы, россияне, все здесь. Конечно, кому-то удобнее, кто рядом здесь живет. Ну, ребята молодцы. Все, что возможно, они делают. Я им сказать, например, что они где-то что-то не доработали, пока первый день я не могу сказать. Пока все ребята молодцы, выложились. Все нормально. В финал весе до 86 килограммов вышли лидеры этой категории последних лет. Даурень Круглеев и Артур Найфонов из Алании. Самое сильное противостояние оба встретили на стадии 1-2 финала. Круглееву в равной схватке с земляком Ахмедом Гаджимагомедовым лишь в концовке удалось провести удачную атаку. А Найфонов отыграл, казалось, безнадежное преимущество в 7 баллов у Магомеда Рамазанова. В этом драматичном концовском поединке вольник из Осетии вырвал победу за 2 секунды до свистка. Еще один дагестанский финалист будет представлен весе до 92 килограммов. Борец из Хасавюрта Магомед Курбанов с третьей попытки попытается залагивать золото чемпионата России в схватке с опытнейшим Анзором Уришевым. До этого Хасавюртовец дважды был вторым. Имена чемпионов России в Улан-Удэ станут известны завтра после 15 часов по московскому времени. А в утренней части на ковер выйдут борцы еще трех весовых категорий до 70, 74 и 125 килограммов. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Улан-Удэ, Бурятия.